Мы затронули вопрос, который связан с различными историями, которые мы слышим, и они называются «Устная Тора». Значит, что хотелось бы понимать. Во-первых, когда вы разговариваете с представителями религии под названием раввинистический иудаизм, вы пользуетесь как бы одними теми же понятиями, вкладывая каждое свое понимание. Когда мы говорим Тора, мы имеем в виду Хумаш или Пятикнижья Моисея. Когда наши товарищи говорят Тора, они имеют в виду «Устную» и «Письменную» Тору одновременно. Не разделяя эти два понятия, утверждая о том, что она едина и неделима. Что невозможно понять письменную без «Устной». Аргументация, с которой вы встретитесь, она очень простая. Она очень простая и очень распространенная. Значит, вам могут задать вопрос. Встречали ли вы в Торе заповедь от Филин? Да, встречали. Окей, отлично. Вы встречали, как эту заповедь исполнять? Нет. Хорошо. Тогда наши друзья спросят вас. Скажите, пожалуйста, мог ли Всевышний дать заповедь и не объяснить, как ее исполнять? Нет. Конечно, не мог. Ясно, что понятно. И тогда они скажут. Ну, что мы вам говорили? Нам, нам в словах просили передать. Как это делать? А вы, читая, понятно, что не знаете, потому что вы не можете понять письменной Торе без «Устной». В «Устной Торе» все, все объяснено, как вот там дано заповедь, а здесь дано как бы объяснение. Инструкция к выполнению. Читайте инструкцию. Я тогда спрашиваю таких людей. Скажите, пожалуйста, как одевать Тфилин? Я говорю, является ли заповедью данной Маше на горе Синае? Мне отвечают, да. Я говорю, вы ничего не перепутали? Это именно заповедь. Он говорит, да. Тогда осталось дело за малым. Объяснить, почему Сефарды и Ашкеназы это делают по-разному. Кто-то из вас, простите, нарушает заповедь? Или вы как-то неправильно услышали? И причем услышали намного позднее. Почему? Потому что Сефарды и Ашкеназы появились уже в период России. Они достаточно далеко после событий, произошедших возле Гара Синаи. Понятно, да? Но я не буду вам передавать комментарии, которые я слышал, почему это так. Потому что уровень заоблачный. Понятно? Здесь все понятно? Существуют различные, различные истории о том, что Тора была дана еще Адаму. Понятно, еще Адам был в курсе дела. Есть книжка, называется «Софер из сыра». Вообще, ну, фантастика. Там такое написано. Я когда общался с одной представительницей ортодоксального иудаизма на предмет этой книжки, я просто задавал вопросы по тексту. Ну, там такое написано, что просто можно задать вопрос. А вообще у вас с головой все нормально? Вы когда это читаете, вы как это вообще понимаете, что здесь написано? Меня удалили из группы и больше со мной не хотели общаться. Причем я ни на чем не наставил, я просто спрашивал, а что бы это значило? Понятно, что если ты не понимаешь, то с тобой не о чем говорить. А понять это нормальный человек просто не может. там времена перепутаны. Понятно, да? Мы знаем доподлинно одно, что наш народ вступал в завет с Творцом посредством чего? процедурно, как мы вступали в завет? Я понял. Спасибо. Посредством книги завета. Книга, ну, книга. Это не на словах просили передать. Это была книга, которую читали. Евреи, когда слушали то, что им читали, они согласились выполнять то, что написано. Вопрос не в этом. Они сказали, мы все сделаем все, мы согласны. И вот тут еще тогда, судя по реакции, у меня возник вопрос. ну, просто так, для себя выяснили. Ну, это чисто для себя. Они подошли к горе Синай. Они подошли к горе Синай. Когда они подошли к горе Синай, ну, понятно, она дымилась, он туда ходил, да? Помним, да? Меня интересует, а книга завета появилась после скрижали завета или до скрижали завета? во время, правильно. Хорошо, что не вместо. он там несколько раз ходил. Он несколько раз ходил. Я в курсе, что он несколько раз ходил. Я спрашиваю последовательность. Первый раз после того, частично. Еще раз. Меня интересует. Вот, вы понимаете, есть книга. Ну, чтобы было понятно, да? А есть, вот, к примеру, скрижали. Я спрашиваю, я спрашиваю, чего было дано раньше? Вот это или вот это? Книга была дана раньше. Я понял. Скрижали. Скрижали были. То есть, сначала дали им скрижали? Нет. Мне не разделились. Я понял. Мне не разделились. Голосовать не надо. Это не демократия. Надо читать. Итак, одно из очень распространенных мнений, что скрижали были даны немного пораньше, а книга немного попозже. Но, скажите мне, пожалуйста, если скрижали были даны немного пораньше, сейчас читать не надо. Я скажу, когда будет пора. Я скажу. И где читать, я скажу. Не переживайте. Итак, если скрижали были даны немного пораньше, пораньше, то есть, они были не в курсе того, что на них написано, то за что они под раздачу попали с Тельцом? В чем вопрос? Повторяю, что было дано раньше, книга или скрижали? Скрижали. Правильно. Открываем 24-ю главу. Вы в курсе, в какой главе получены были скрижали? В 20-е скрижали были? Я спрошу про скрижали или про заповеди? Я про что спрошу? Спасибо. Чуток попозже. Нет. Там еще много, кроме скрижали, там про много чего написано. Итак, Моисей. И Моисей сказал, он, зайди на гору ты и Арон, надав и Авиуд, и 70-й старейшим. Понятно, да? И 4-й стих. И написал Моисей все слова Господни, и встал в рано поутру, поставил под горой жертвенник, и 12 камней по числу 12 колен Израилека, послал юноши и сынов Израилек, и пришли, принесли они во все сожжения, и заклали Тельцов в мирную жертву Господу. Моисей взял половину крови, вылил в чашу, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу чего? И прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушными. Читал он откуда? Из книги. Была книга. Была книга, и они читали из книги, и согласились с тем, что было написано в книге. И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами, о всех словах этих. О всех словах этих, это каких? Которые в книге. Вот об этих, которые в книге. Не о других словах, которые устно кто-то кому-то передал, рассказал, чтобы было понятно, что написано. Написано. Он читал из книги. 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 И говорит, что завет заключается о каких словах? О сих словах, не о других, а о этих. Понятно, да? И потом вошел, надо сказать, и потом, 18 стих, Моисей вступил в средину облака, и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. И вернулся он после этого со скрижанами. Так, книга когда появилась? Что непонятно, простите? Давайте мы договоримся, что вы внимательно будете слушать вопросы. Я взял эту книгу и спросил. Это книга завета, а вот это я сказал, что? Скрижали, правильно. И я спросил, что дано было раньше? Книга или скрижали? Я так спросил? Что непонятно? Спасибо. Я точно так же говорил в первый раз. Все понятно? Итак, нету основания говорить о том, что завет был заключен еще на чем-то, кроме книги. Нету у нас в этой книге информации о том, что еще есть что-то или должно быть еще что-то, кроме текста этой книги. Заметьте, устная тора все время ссылается на письменную. Письменная на устную никогда. Понятно, да? Устная тора не может даже чисто теоретически существовать без письменной. а письменная извините точно так же как и добро самодостаточная. Она существует вне зависимости от того, что кто-то что-то сказал. Это слово творца данное к творению. Оно было записано, передано, прочтено вслух и процедурно на основании записанного слова евреи вступили в завет с творцом. И рассказывая о том, что Бог именно ходил всем народом и говорил, возьми, тебе возьми, тебе возьми, а потом именно нашел тех самых хороших, красивых, которые сказали, ну мы согласны. это все брехня. Потому что евреи как народ возникли в ответ на то, что сделал Авраам. Евреи возникли не так, как все остальные народы возникали. Они возникли в ответ на то, что сделал Авраам. и Авраам был у нас кем? То есть он родился, они когда глянули, говорят, ой, смотрите, беда какая, еврей родился. они папу, маму к ответу говорят, иди сюда, что вы наделали, посмотрите, еврей. А папа говорит, ну послушайте, ребят, я ни при чем, я же не еврей. И мама тоже как-то не еврейка. как вот это получилось? Откуда знаем? Где? Давайте. Арана. Арана родил Лотан. Вот родословие, ну, Тераха. Терах, он же Фара. Старший сын у него был. Кто? Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вопрос еще раз. Старший сын кто был? Авраам. Спасибо. Все-таки не Нахор. Авраам. Авраам был старшим сыном. И жил он где? Да. Урха Сидим или Урхалдейский? Что был за город под названием Урх? Я знаю, кому мы не дадим слово. Большой город. Насколько он большой город был? Смотрите. Как правило, наше внимание сосредоточено на том, что Авраам что сделал? Вышел. Вот что нас интересовало и правильно интересовало, нас интересовало, что он из этого города вышел. чего нам размышляет над городом, в котором он жил, если он из него вышел. И понятно, что не случайно Бог сказал Аврааму выйти. И мы все знаем о благословении, которое получил Авраам. знаем? Оно было каким? Хорошим? Да. Мы хотим вообще иметь такое благословение, как Авраам? денег побольше. Другими словами, мы представляем, что он жил в Уре, и его материальный достаток был не очень высоким. А вот когда он вышел, и Бог благословил, вот тут именно золотишко и поперло. Не сразу, и то не сразу, чуть позже. Чуть позже. Правильно, да? Так мы себе представляем? Ну, не все, я знаю, что не все. Я просил некоторых молчать, поэтому они ехидно улыбаются и молчат. Не все так представляют. Но большинство из нас, которые слушали, в общем-то, о том пути, который проделал отец нашим райам, представляют себе именно так, что в этом городе Уре жилось не очень хорошо, а вот когда он из него вышел, вот именно тогда настоящая жизнь материального процветания у него и началась. Нет? Из цивилизации вышел в пустыню. Так он материально начал процветать? Не сразу. Далеко не сразу. Так процветать начал вышел с богатством. Итак, что за город все равно был Ур? Большой. Языческий. А все, кстати, тогда были города как ни странно, таки да. С большими домами, красивыми. Много домов и комнат. Смотрите, очень важный момент. До 20 века вообще никто не представлял себе, что это был за город. Мы начали знать о том, что за город был Ур только в 20 веке. Его нашли в конце 19 века. Ур был найден только в конце 19 века. В начале 20 века были начаты раскопки в Уре. И только в 20 веке уже стало понятно, что за город покинул Авраам. Что же это был за город? Город был действительно удивительным. Действительно с большими домами. Коттеджное городишко, домики среднего жителя был 12 на 15 метров в два этажа с внутренним двором на 13-14 комнат. Нормально. Коттеджное городишко такое было. Представляете себе, да? Уровень цивилизации был весьма велик. Этот город находился в устье реки Ефрат, был портовым городом. Процветало земледелие, животноводство и животноводство это одно и то же. Там еще ко всему были сады. Садоводство там тоже процветало. То есть был очень такой развитый город. По населению он был 65 тысяч человек приблизительно. Это был самый большой город на то время на земле. Самый большой город. в домах были туалеты. А это значит, что была канализация. Вода была. И некоторые говорят, что кроме горячей и холодной там была еще и теплая вода. А вот так. Уровень цивилизации был такой хороший. то есть на самом деле, но невероятно. На самом деле невероятные вещи. Уровень цивилизации того города и условия жительства были невероятны и недостижимы для многих городов сегодня. процветало ремесленничество. Значит, процветало ремесленничество. И вот одна такая мастерская по выпуску ткани выпускала до 12 видов ткани. Причем велись записи. Там учет был достаточно серьезный. И велись записи. пайка, которую получала ткачиха. Соответственно, сколько материала она получала, сколько готового продукта она сдавала. Все это записывалось. Письменно клинопись была тогда. все эти таблички найдены. И когда их все нашли, мягко говоря, все удивились. Врачи там были, которые делали операции на глазах металлическими инструментами. Причем если, мягко говоря, операция была неудачна, к врачу предъявлялись легкие претензии. Нет, не убивали. Ну что вы, это же были цивилизованные люди. Руку только отрубали и все. Неудачная вот эта фраза была неправильная. Потом как-нибудь я объясню, почему это неправильно. Итак, древнейший свод законов, как считали, это законы Хамурапи. Но за 300 лет до Хамурапи в Уре был свой свод законов. И в административных зданиях записи велись. Точно так же, как в современных судебных палатах, и были подшиты судебные дела, все таблички были вот эти вот с клинописью, все стояли на своих местах. То есть, у них было судопроизводство. в этом городе стоял, в Месопотамии возводились сооружения, которые назывались зикураты. Зикурат. Так вот, зикурат в Уре, он сохранился до наших дней, опять его раскопали, он был 28 метров высотой. Что это такое? Приблизительно девятиэтажное здание. Религиозное. Вот это как бы форма зикуратов была такая. То есть, пирамида только усеченная. Пирамида только усеченная. Они были трех-четырех ярусными, ступенчатые. поклонялись Богу Луны. На вершине этого зикурата стоял храм с золотой крышей. 28 метров это высота приблизительно девятиэтажного дома. То есть, строение было, мягко говоря, немаленькое по тем временам. Священники или жрецы, они кроме того, что принимали жертвы, приносили жертвы, они еще принимали налоги, в частности десятину. Причем они принимали налоги и составляли ежемесячный, квартальный и годовой отчет. То есть, все нормально. Вел учет у них был налажен как надо. Понятно по поводу Ура? Нормально городишко был? Другими словами, я хотел донести до вас мысль, что покидая Ур, он покидал такое место, что любое другое место на земле было хуже, чем то, которое он покидал. любое другое место на планете Земля было хуже, чем то место, которое он покидал. с точки зрения комфортабельности цивилизации, благ, которое возможно было любое место было хуже, чем Ур. На тот момент времени Ур был вершиной цивилизации. цивилизации. Понятно, да? И он эту жизнь менял на непонятную жизнь, потому что Бог обращается к нему и говорит, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Значит, выйди из того, что тебе привычно, понятно, да? В землю, которую я тебе скажу. Причем, земля, которую я тебе скажу, если смотреть на условия проживания в этой земле, будет хуже, чем та земля, в которой ты на сегодняшний день живешь. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал Господь. И пошел с ним в лот. Авраам был 75 лет, когда он вышел из Харама. Итак, мы видим картину выхода Авраама откуда? Так из Харана или из Ура? Или из Харана? Харан в Уре? Нет. Вначале он вышел из Ура. Но тогда надо читать 11 главу. И взял Фара Авраама сына своего и лота сына Арана внука своего и сару невестку свою жену Авраама сына своего и вышел с ним из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Гананскую и дойдя до Харана остановился там. И был одни из жизни Фары 205 лет и умер Фара в Харане. Итак, где все-таки Всевышний обращается к Аврааму? В Уре или в Харане? Почему в Уре? Опять, у нас есть некоторые представления у нас есть некоторые представления. Какие представления у нас есть? Мы себе представляем, что Авраам услышал призыв Божий в Уре. А некоторые представляют, что он услышал его где? В Харане. Некоторые представляют о том, что Авраам пришел и дошел до Харана и оттуда по смерти отца двинулся раньше, дальше. А некоторые представляют о том, что он дождался смерти отца и пошел. А некоторые представляют, что не дождался и пошел. Так, дождался или нет? Не дождался. Бог сказал, после того, как отец умер. То есть дождался смерти папы, а потом двинулся. Так получилось. Ничего специального. Я понял. А написано родство оставь. А если он умер, то кого оставлять? Кого? Каких братьев? Здесь непонятно четко. Согласен. Есть две точки зрения. И когда вы будете интересоваться, вам стоит почитать, что написано в седьмой главе книги Деяний. Седьмая глава Деяний. Второй стих. Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму. Где? В Месопотаме, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе. Пожалуйста, если не тяжело, еще раз двенадцатую главу. Эту не закрываем, и тут читаем. Кто-то может держать открытую двенадцатую бытие, а кто-то может в деянии держать. И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего. Не похоже, что написано, откуда я читаю? Я читаю из деяния. А вы смотрите куда? То же самое? Да вы что? Серьезно? Оказывается, Стефан цитирует какое место? Бытие. И он говорит, что это прозвучало где? В Месопотамии, прежде переселения его Харам. Откуда? Вот на этом хорошем вопросе мы остановимся и не будем портить его ответом. Хороший вопрос, пока не будем его портить. Перерыв.